Мы с вами совершим короткий экскурс в анатомию органа А также рассмотрим акт зрительного восприятия Веки – внешние структуры, которые защищают глазное яблоко и увлажняют поверхность глаза Каждая века состоит из хряща, в толще которого находятся мейбомиевы железы Слезная пленка состоит из трех слоев Мейбомиевы железы продуцируют липидный слой, стабилизирующий водный слой, вырабатываемый слезной железой На внутренней поверхности век расположены железы, продуцирующие слизь, Которая способствует плотному контакту всех трех слоев слезной пленки с поверхностью роговицы Веки соединяются в наружном и внутреннем углах У внутреннего угла расположены слезные точки слезопроводящей системы, оканчивающиеся в носовой полости При открытых веках образуется так называемая межвековая глазная щель Роговица – прозрачное переднее окно глаза, являющееся важнейшей преломляющей поверхностью В случае астигматизма кривизны роговицы в одном направлении больше, чем в другом Склера – наружная, плотная, белая и непрозрачная оболочка глаза Лимб – край роговицы, место соединения склеры и роговицы Конъюнктива – тонкая сосудистая слизистая оболочка, выстилающая внутреннюю часть века, конъюнктива века и покрывающая склеру конъюнктива глазного яблока Передняя камера – пространство между роговицей спереди и радужной оболочкой сзади Камера заполнена внутриглазной жидкостью, которая продуцируется целиарным телом, вытекает через тробикулярную сеть, проходит через сердце и легкие и возвращается обогащенное питательными веществами и кислородом Радужная оболочка Радужка – цветная часть глаза, фильтрующая свет посредством пигментной эпителиальной ткани, покрывающей в основном заднюю поверхность На крайней периферии радужки находится тробикулярная сеть, представляющая собой дренажную систему оттока внутриглазной жидкости Зрачок – круглое отверстие, находящееся в центре радужной оболочки и регулирующее количество проникающего в глаз света, величина которого определяется симпатической и парасимпатической иннервацией радужки Ресничное тело – это структура, продуцирующая внутриглазную жидкость Сокращение ресничной мышцы изменяет давление на цинновые связки, которые натягивают хрусталик, что позволяет сфокусировать взгляд на близких и дальних предметах Акомодация Хрусталик – прозрачное, двояко-выпуклое образование, линза, расположенная позади зрачка и радужки, которые удерживают в подвешенном состоянии цинновые связки Хрусталик – одна из преломляющих сред глаза С возрастом хрусталик уплотняется и ухудшается зрение вблизи, в связи с чем большинству людей требуются очки для чтения Задняя камера Маленькое пространство позади радужной оболочки и впереди хрусталика, заполненное внутриглазной жидкостью Стекловидная полость Сравнительно большое пространство 4,5 мл позади хрусталика, доходящее до сетчатки Полость заполнена прозрачным гелеподобным веществом, называющимся стекловидным телом Во второй половине жизни стекловидное тело разжижается, способствуя образованию белковых конгломератов, проявляющихся в виде плавающих пятен, паутинки или мухи Которые могут вызвать тракции сетчатки со вспышками света или разрывы сетчатки с последующей отслойкой сетчатки Сетчатка Нервная ткань, покрывающая заднюю часть стекловидной полости В основном прозрачная, за исключением кровеносных сосудов, располагающихся на внутренней поверхности Сетчатка по зрительному нерву посылает зрительные сигналы в первичную зрительную кору мозга Диск зрительного нерва Видимая часть зрительного нерва Он состоит из нервных волокон, клеточные тела которых расположены в ганглионарном слое сетчатки Эти аксоны наиболее чувствительны к колебаниям внутриглазного давления и подвержены повреждающему воздействию повышенного давления, независимо от продолжительности воздействия Желтое пятно – зона заднего полюса сетчатки глаза, ответственная за высокое центральное зрение Овальной формы углубления в центре желтого пятна называется центральной ямкой ФВА Сосудистая оболочка – слой сосудистой пигментированной ткани между склерой и сетчаткой Она обеспечивает приток крови к наружным слоям сетчатки Наружные мышцы глаза Это те шесть мышц, которые двигают глазное яблоко в разных направлениях К середине – медиальная мышца Вбок – латеральная мышца Вверх – верхняя прямая мышца и нижняя косая мышца Вниз – нижняя прямая мышца и верхняя косая мышца По кругу – верхняя и нижняя косые мышцы Эти мышцы иннервируются тремя черепно-мозговыми нервами Четвертый черепно-мозговой нерв, иннервирующий верхнюю косую мышцу Шестой черепно-мозговой нерв, иннервирующий латеральную мышцу И третий черепно-мозговой нерв, контролирующий остальные наружные мышцы глаза Когда человек смотрит на какой-либо предмет, лучи света от предмета отражаются и попадают в глаз. Когда лучи проходят сквозь оптическую систему глазного яблока, они преломляются и создают на задней стенке глазного яблока перевернутое изображение предмета. Здесь изображение превращается в электрические сигналы, которые затем передаются в мозг, где изображение преображается так, что предмет воспринимается в прямом виде. Цветочувствительные клетки сетчатки трансформируют изображение в электрические сигналы, которые по зрительному нерву передаются в мозг. Электрические сигналы сливаются в зрительном отделе коры головного мозга, создавая зрительные ощущения. Существуют следующие типы рефракции. В имитропичном нормальном глазу параллельные лучи фокусируются непосредственно на поверхности сетчатки. В неопическом близоруком глазу параллельные лучи фокусируются кпереди от сетчатки. В гиперметропическом дальнозорком глазу параллельные лучи фокусируются позади сетчатки. В связи с неодинаковой кривизной роговицей, при астигматизме лучи света могут фокусироваться перед и позади сетчатки, создавая расплывчатое изображение. Продолжение следует...